Перейдем к основной теме, скажем, наболевшей теме, это COVID-19, он же коронавирус. Услышим мнение профессора, как биолога и как физиолога. Итак, это период необычный период нашей жизни, мы все заблокированы в наших домах, сидим и кто следит за нашим семинаром, кто сейчас остался дома, но в любом случае мы заблокированы, так или иначе. Давайте рассмотрим, что из себя представляет этот вирус и каким образом мы можем с ним бороться и вообще воздействовать на него. Итак, вирус, коронавирус, так же как и все основные вирусы, представляет собой наружную капсулу, которая содержится его содержимое из своего рода чиповидными отростками. Итак, вы видите, профессор показывает стрелочки, это именно та капсула суперкапсид, так называемая. Это гликопротеины, которые формируют именно эти шиповидные отростки. Эмоглутинин, это еще добавочные протеины, которые сейчас показывает профессор, тоже составляют структуру вируса. Они служат для того вирусу, чтобы он мог заходить в клетки. Внутри этой капсулы находится ее содержимое, клеточное содержимое, называемое РНК. На сегодняшний день наука знает каким же образом вирусы поступают внутрь клетки для того, чтобы ее инфицировать, для того, чтобы ее использовать. Итак, шиповидные отростки присоединяются к рецепторам на поверхности клетки и эти рецепторы называются АЦЕ2. Обычно мы блокируем эти рецепторы на поверхности клетки в тех случаях когда у нашего пациента повышенное давление, когда у него гипертония. Что происходит? Вирус соединяется, прикрепляется к этим рецепторам, активирует особый протеаз, который называется трансмембранная протеаза серина-2. Мы с вами можем объяснить и понимаем почему у определенной группы людей, таких как у кого повышенное давление, у кого диабет или другие... ...болезни особо подвержены именно коронавирусу. Практически, что происходит? Что происходит? Что происходит когда мы с вами блокируем эти рецепторы? Наш организм, когда мы блокируем эти рецепторы, что делает его следующие действия, это формирование новых рецепторов. Поэтому, как бы мы с вами не блокировали эти рецепторы, наш организм, а именно клетка, воспроизводит новые дополнительные рецепторы. Окей. И что происходит когда пациент принимает препараты от высокого давления, диабетики, а также противовоспалительные препараты особой группы? На поверхности клетки появляются дополнительные рецепторы и таким образом, вирус беспрепятственно поступает внутрь этой клетки. Итак, вернемся к нашему мирусу и рассмотрим сам механизм его работы. Он прикрепляется к этим рецепторам и поступает внутрь клетки. Вы видите весь процесс процесс, процесс действия самого вируса. Итак, вы помните, что первым действием вируса является прикрепление его к рецепторам. Рецепторам, вируса. Вирусбающая клетка, начинает освобождаться от той капсулы, о которой мы с вами говорили в самом начале, внутри которой находится РНК. Высвобождает клетчатые кислоты. Это смутрибрика, то есть, сформирование многих новых фрагментов. После чего внутри клетчатые начинают формироваться новые протеины, которые впоследствии станут новой капсулой для новых вирусов. И в новой форме, через свою liberацию, в группировку, в нейроаминодазию, исчезает в мембране и исчезает внутрь, чтобы инфектировать новые клетчатые. Неоаминодазия — это такой фрагмент, который способствует выходу уже новых сформировавшихся вирусов за пределы самой клетки. Итак, вы видите на экране новые противовирусные препараты, которые воздействуют на практически все этапы прохождения вируса от входа и до самого выхода из клетки. Итак, у нас есть в распоряжении ингибитор и слияние с клеткой. А также есть специальные блокады для ионных каналов. А также есть ингибитори для полимеразии, то есть на полимеразии, то есть на полимеразии, то есть на полимеразии. А также у нас есть распоряжение ингибитори, которые подавляют активность протеазов и таким образом препятствуют формирование новых капсул для новых вирусов. А также есть ингибитори нейроминитазии, которые блокируют именно выход новых вирусов из клетки. Итак, если вы посмотрите на это изображение, на эту картинку, возможно кто-то скажет, что смотрите, профессор, сколько в нашем распоряжении антивирусных препаратов. Но, какова же на самом деле проблема? Проблема большее важное, что вирус, для того чтобы выжить, для того чтобы размножаться, использует метаболизм и вообще сами составляющие клетки. И что происходит? Да, при помощи этих препаратов мы с вами можем подавить ингибировать метаболизм самого вируса, но и в свою очередь мы подавляем ингибируем метаболические процессы наших клеток. Проблема еще состоит в том, что вирусы они все отличаются друг от друга и поэтому мы не можем знать все механизмы размножения и вообще жизни прохождение всех этапов этих всех вирусов. Итак, каждый вирус выбирает определенные рецепторы для того, чтобы их стимулировать и поступить внутрь клетки. Поэтому мы с вами, прежде чем использовать ингибитор слияния, должны понимать какую именно группу рецепторов этот вирус будет стимулировать. Так же мы должны четко знать какие же ингибиторы полимеразы и протеазы мы должны использовать для того чтобы подавить активность вируса. Поэтому мы не знаем точно, как он стимулирует клетку, какие именно процессы он использует для того чтобы размножаться и выживать. Вирусы существуют на нашей планете с момента зарождения жизни. Еще не было даже человека в природе когда вирусы уже существовали и поэтому у них очень богата история и очень большая разнообразность. То есть, как мы сделали сегодняшний вид вируса? Возможно, кто-то спросит, каким же образом иметь в природе такое огромное количество агрессивных вирусов? Каким же образом мы дожили до наших дней? Почему человечество не погибло от этих вероломных биологических вещества? Потому что в нашем организме, в нашем теле присутствует очень важный процесс, о котором мы сейчас поговорим. У нас есть иммунитет. Вы знаете, что значит иммунитет? Это тот иммунитет, который мы приобретаем после того как переболели той или иной болезни. Таким образом действуют вакцины, которые мы используем для вакцинации. Но еще есть... Виктория, что делает Виктория? Виктория? Что происходит, когда в наш организм поступает народное тело, чужое тело, такое, например, как тот же вирус? productive урогические вирус или инвунации? Виктория, какие-то пробелы, как и полиморфонуклеат, и натуральní killer? Како, активируются макрофаги, наши естественные защитники, которыми нас нotherapна природа. Как видите эту цель, который вставляет в интернете там? которые распознают клетку, которое поступило, вещество которое поступило в наш организм. Они его распознают. Аттивируют те же самые гены для формирования, для формирования interferона. Клетка высвобождает новый расформировавшийся interferон и направляется его к близлежащей клетке. И стимулирует систринскую клетку близлежащую для того, чтобы она подает ей сигналы. Это сигнал для производства, выработки специальных антивирусных веществ для борьбы с вирусом, который, возможно, приблизится к этой клетке еще здоровой. Итак, что происходит, когда вирус приближается к этой клетке, к которой уже был отправлен сигнал? Клетка уже находится во все оружие и таким образом препятствует разными способами вирусу поступить внутрь нее. То есть, это говорит, что эта иммунитета, которая очень важна иммунитета, которая очень важна иммунитета. Именно он отвечает за борьбу, естественную борьбу нашего организма с разными родами вирусами. Именно поэтому основной нашей с вами задачей является укрепление нашего вражденного иммунитета и поддержание его достаточно функциональном состоянии. Как мы можем сделать это? Например, принимаем 1-2 грамма в день витамина С. Итак, каким образом мы можем поддерживать нашу естественную иммунную систему? Мы должны принимать в день 1 или 2 грамма витамина С. Итак, витамина С стимулирует иммунную систему, как приобретенную, так же вражденную. А также стимулирует матрица, стимулирует саму клетку для того, чтобы она вырабатывала противовирусные вещества. А также мы можем помочь нашим иммунным системам в диапазоне Витамина Д. Какие будут иммунитеты, профессор? 8000-10000 унитет. 8000 или 10 000 единиц Витамина Д. Витамина Д, как видим здесь на диапазоне, активирует католицидина. Витамина Д активирует такой процесс, который называется католицин. Это очень сильная противовирусная система, которая действительно... разрушает сам вирус. А также, профессор советует принимать один грамм эхинации, purpурная эхинации, эхинации. В состав эхинации входят алкамиды. Витамина Д. 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 В частности, активирует аутофагоцитоз. Когда в наш организм поступают чуждые нашему организму вещества, бактерии или же вирусы, то все защитные компоненты нашего организма собираются в своего роза до капсулы. Он называется аутофагоцомой. Он соединяется с другой капсулой, так называемой лисосомой. Лисосома внутри себя содержит ферменты отвечающие за переработку. Таким образом они между собой соединяются и уже формируют окончательную ауто лисосому. И что происходит? Эти уже сформировавшиеся ферменты вирусы или бактерии и полностью их разрушают. И именно хлорохин и гидрохлоридин активируют эти процессы и способствуют уничтожению вируса. Протоколы вирусы вирусы и гидрохлоридин и гидрохлоридин Это антибиотик Он воздействует на синтез протеинов внутри бактерии. Таким образом, если мы с вами замедлим или заблокируем формирование белка внутри клетки, таким образом мы и замедлим или же полностью приостановим размножение вируса. Если же всего того, о чем мы с вами только что сказали, было недостаточно, мы можем уже переходить к более серьезным антивирусным препаратам. Если вы обратите внимание на экран, то вы увидите, что профессор сделал перечень препаратов, которые сейчас используются в формакологии, но некоторые из них выделены синем цветом, а некоторые красным. Мы сейчас объясним почему. Вирусы 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 вирусом для заболевания заболевания коронавируса и они, как мы говорим, эффекты коллапии, из-за того, что они разрушают от организма. Те препараты, которые вы видите, которые сейчас указывает, это перечень коммерческих названий препаратов, которые используются широко в больницах, где уже лежат центры с явными признаками поражения от коронавируса. Те, которые выделены красным, у этих препаратов очень много эффектов. Мы же с вами можем особое внимание обратить на другую группу препаратов, например, ингибиторы, неораминидазы. Эти препараты, как мы говорим, увеличивают новое вирусо построено в интернете, чтобы исчезнуть и инфетировать другие вирусы. Именно эта группа препаратов препятствует выходу уже из пораженной клетки, но сформировавшихся вирусов. Они их блокируют внутри клетки. Но есть еще другая группа препаратов, которые тоже очень интересны. Именно эти препараты блокируют сам вход вируса в клетку, когда он только прикрепляется к рецепторам. Сейчас очень много говорится о таких препаратов, как умифеновир, а именно Абидол, который производится именно в России. Но именно эти препараты блокируют соединение вируса, в частности, вируса гриппа, с рецепторами на поверхности клетки, которые он собирается поразить. Но у коронавируса есть еще и другой сайт, к которому он прикрепляется. И поэтому сегодня, если стоит учиться в Европе, это камостат-месилат? Камостат-месилат это еще один препарат, который сейчас глубоко изучается и, скорее всего, в скором времени будет применен для борьбы с коронавирусом. Камостат-месилат это японское название, но сейчас пытаются в Европе произвести такой же препарат. Камостат-месилат действует именно на протеазе, которое мы говорим, что он действует именно на протеазе и, таким образом, препарствует поступление вируса внутри клетки. Таким образом, мы смогли бы блокировать коронавирус еще до того момента, когда он поступил внутри клетки. Камостат-месилат, но, к сожалению, когда он прошел все этапы, о которых мы с вами говорили, беспрепятственно, и уже поступил в легкие. Мы с вами говорим о коронавирусе, который поражает особо часто именно легкие и провоцирует острые пневмонии. Камостат-месилат. Когда вирус поступает в наш организм, наш организм отвечает на агрессию вируса, высвобождая воспалительные процессы, а именно воспалением. Если же вирус выдерживает воспалительный процесс, который пытается защититься, таким образом, от вируса, как ни парадоксально звучит, но воспалительный процесс еще более обостряется. И таким образом активируются воспалительные цитокины и происходит очень сильное воспаление в участке легких. Поэтому мы с вами должны отрегулировать формирование простагландина для того, чтобы предотвратить такие явления, как острая пневмония. То есть использовать кортикостероиды, которые отвечают за формирование простагландина. А также можно еще и давать пациенту противовоспалительные, которые не содержат стероидов. Но мы должны очень осторожно подходить к противовоспалительным препаратам. Они не должны воздействовать на КОКС-2. Потому что если же это противовоспалительное действие, вещество действует, воспалительный препарат действует на КОКС-2, а таким образом на поверхности клетки появляется дополнительное количество рецепторов. Помните, мы в самом начале с вами говорили, что организм бывает отвечает вот таким образом на некоторые фармапрепараты и выбрасывает, формирует большее количество рецепторов и таким образом вирус беспрепятственно поступает в клетку. Ипобруфен, которое называется именно так. Ипобруфен. 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 Итак, воспалительные процессы на уровне легких происходят именно потому что там находится большое количество интерлакина-6. Мы можем наблюдать рост интерлакина-6, как вы видите на графике, по мере возрастания температуры и формирования ПЦР. Ипобруфен. 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 Потому что есть прямая зависимость интерлакина-присутствие роста показателя интерлакина-6 и выбор вашей печени вот этого вещества ПЦР. И коза и ПЦР? Протеина С-реактива, это когда отвечает организм на воспаление. Это название фарма препарата, Точилизубаб, практически не проговариваемый, он именно воздействует на интерлакин 6 непосредственно. Вот, сейчас посмотрим на все эти вопросы, когда есть новый крутот, как этот коронавирус, решить наши проблемы. Сегодня, в этой короткой лекции, вы можете потом вы можете скачать все эти слайды и более внимательно разобраться, Мы хотели объяснить почему возникают вот такие сложности с распознанием и борьбой с новых незнакомых вирусов, каким образом они формируются и какие мы встречаем сложности на пути с борьбой, при борьбе с ними. Итак, если вкратце подвести итоги, мы должны прежде всего стимулировать нашу врожденную иммунную систему применением витамина С, витамина Д, витамина Д, и ихинация, а также ихинация. И мы держим все эти рекомендации, которые сейчас дают абсолютно во всех странах, а именно носить, соблюдать дистанцию, носить определенные маски, а также дезинфицировать, мыть руки и носить. Если у вас появится какой-то симптом, что может быть просто инфлюнция, или может быть в начале инфиаммирования, то взять хлорохина и азитромичина. Если же будут признаки которые очень похожи на коронавирус, можно применять для того, чтобы помочь организму бороться с этим virusом, хлорохин или же гидрохлоридин. Если уже в организме началисьудь причиной сильные воспалительные процессы, мы приступаем к более радикальным мерам, даем противовоспалительные и противовиральные препараты о которых мы с вами только что поговорили и пытаемся вылечить больного. Конечно же мы не претендуем на истину и не пытаемся заменить те протоколы, которые применяются в университетах и в клиниках, где лечат сейчас, особенно в Италии, тяжелобольных коронавирусом. Сколько будет длиться карантин? Профессор сказал, что пока не будет в необходимом количестве тестов, пока не будет в нормальном состоянии наша медицина. Наша система здравоохранения, это касается всех стран, пока нам государство не предоставит необходимое количество масок, перчаток и так далее. Этому никто не может сказать с точностью, когда все это закончится. Очень много факторов, которые влияют. Итак, что касается взрослых. Один или же два грамма витамина С в день. 10 единиц витамина Д3 и 1 грамма витамина С и 1 грамма витамина С и 1 грамма витамина С. Это для детей? Да. Важно, для детей об этом сложном состоянии отличие от Lif small weight, образовываю вес ребенка. А если нет, то есть, взрослых ребенок свое медиалён. Высию на уровне до времен Nomенно оно-м NEット. Песа 35 кг, и дай на мета того, что дай к ребенку. Вы должны знать, сколько весит ребенок, и сделать в таких же пропорциях относительно веса ребенка. Скажите, пожалуйста, вы тоже считаете, что с приходом летнего периода и повышения температуры воздуха у вируса меньше возможности на существование? Allora, la докторица задает, а она же согласна с тем, что сейчас, когда приступят в дождь, и снижаются температуры, и, соответственно, есть больше probabilка что у вируса умер. Тенемо presente это. Снимаем, это веро, что с температурой вируса живет меньше, потому что живет лучше в температуру и с высокой температуры и с высокой высокой температуры. Но, это важно, что, как случится для всех этих вируса, вирусово вируса л'anno prossimo риторна. И quindi, probabilmente, anche questo риторnerà l'anno prossimo. Allora, la solfadenosilmethionina è un regolatore della liberazione delle citochine. Cioè, agisce metilando i geni infiammatori e quindi rallentando la formazione delle citochine infiammatori e quindi questo vuol dire che è ottimo non per il trattamento della fase infiammatoria importante che abbiamo detto prima che ci dà la polmonite interseziale. Ma è ottimo in abbinamento con la prevenzione, cioè la vitamina C, vitamina D e chinacea. Il dosaggio sarebbe 400 milligrammi al giorno.